Привет! В этой серии мы финалим создание игрового ассета и сейчас займемся запечкой и текстурированием моделей в Substance Painter. Если ты здесь впервые, меня зовут Денис Кожар, на своем канале рассказываю секреты и фишки компьютерной графики, а также показываю по шагам, как дойти до результата. Подпишись на канал и оставь какой-нибудь комментарий, чтобы получить еще больше интересных видео. Когда у нас подготовлены low-poly, high-poly, можно начать все это дело экспортировать. Для запечки мне нравится MarmoZet и перед тем, как я туда перейду, я заметил, что вот здесь у меня вот эти заклепки съехали. А за такими вещами надо следить. Так, это дело легко подправляется и все, больше никаких проблем с этим не должно быть. Выбираем все, экспортируем как и в Bix. Я могу сделать отдельную папку и как-нибудь подписываем, чтобы было понятно, что мы делаем. Ну, то есть, что здесь, например, все и high-poly, low-poly я ставлю галочки select objects, чтобы экспортировалось только то, что я выбрал apply transform, geometry, здесь face, ok, export, Bix. И дальше я могу, а еще, если я уже как-то знаю, что все нормально будет, заодно экспортировать и только low-poly. Выбираем их все, файл экспорты в Bix. И подпишем, что это low-poly для того, чтобы мы могли это отдельно использовать в том же Substance Painter. Так, и точно так же я могу теперь выбрать только high-poly, тоже подписываем. Все, когда все экспортировали в Marmozette, делаем новый Baker, Quick Loader. Загружаем там, где у нас все, указываем путь. Подписываем название документа, куда будем сохранять карту от Baker. Так, здесь я вначале пробую все со стандартными настройками, что если с ними все окей, можно особо не переживать. Нажимаем bake, я спрячу high-poly, low-poly, проверю, чтобы у меня было только low-poly. Нажимаем превьюшку и, в принципе, все. У нас здесь есть, вот она, результат запечки. Да, я уже говорил, что из-за того, что одна плашка, поэтому это все выглядит не так шикарно и идеально, как могло бы быть. Ну и вот здесь у нас пустота, поэтому можно сильно не переживать на этот счет. А мы потом сюда подставим оверлапом нужную вот эту часть, и все будет нормально выглядеть. Можно, в принципе, это сейчас сделать. Находим на low-poly, view. Так, вот я нашел нужную мне штуку и использую оверлап, подвинул. Дальше мне надо повторно это все экспортировать, поэтому я рекомендую вначале запечь все, проверить, и потом только делать экспорт по отдельности остальных объектов. Тоже low-poly отдельно, когда вы точно знаете, что у вас все нормально с разверткой, со всем остальным. Иначе начинаются вот такие вот лишние телодвижения. И Marmozade умеет переподгружать объект. И, в принципе, вы уже можете сейчас видеть, что все нормально стало. У нас вот эта ошибка, мы ее исправили, ну а снизу Marmozade он никогда все эти вещи не подсвечивал нормально. Поскольку нас все устраивает, можно поставить более высокие настройки для запечки нормалей. Собственно, это все выбираем, нажимаю Bake. Это все дело довольно быстро проходит, но я, например, не люблю в Marmozade запекать Ambient Occlusion. Кривизну он немножко дольше печет, чем Painter, поэтому можно это сделать там. Теперь в Painter создаем новый проект. Так, у меня здесь файл. Я выбираю именно low-poly дополнительные карты. Вот эта карта нормалей. Хорошо. И затем ОК. Теперь, когда эта бочка в Painter, можно сделать новую папку, в которой ввести проекты уже из Painter. Сохранить этот файл. Дальше я сразу себе включу в эффекты в тон-мэппинг. Поменяю его на lock. И цветовой профиль загружу, который будет больше похож на Unreal. Чтобы уже здесь превьюшки мы видели более приближенно к Unreal. Дальше переходим в Select Normal Map. Выбираем ту карту нормалей, которую мы получили из Marmozade. Вот она у нас здесь. Можем еще проект пересохранить. Дальше нам нужно запечь остальные карты. Нажимаем Bake Mesh Maps. Убираем нормали. И мы можем сюда докинуть High Poly. Так. Затем Output Size меняем на такой же, как в документе 2048. Ambient Occlusion. И ставлю Secondary Race на максимум. И кривизну тоже на максимум, поскольку он их быстро делает. И нажимаем Bake Selected Textures. ОК. Проверяем здесь Mesh Maps. Карта нормалей, которая у нас и была. Ambient Occlusion. В принципе, неплохо выглядит кривизна. То есть он их довольно быстро и хорошо запек. ОК. Можно вернуться к самому материалу. Сохранить проект. И теперь нам нужно сделать базовый какой-то слой, которым мы будем... Этот я перво удаляю. Пишу, что это дерево. И сделаю группу тоже. Пишу, что это дерево. Так, и здесь раздаем цвет. Как-нибудь ближе к тому, что нам надо, чтобы было бы похоже на тот нужный нам материал дерева. Можно с Shift подкручивать еще, как выглядит вообще при разных освещениях данный цвет или материал. Так, я, наверное, на чем-то вот таком остановлюсь. А затем Primiter Roughness. Сделаю его более матовым. Какие-то дерево. Затем для разнообразия цвета я в Photoshop нарисовал вот такую текстуру. Здесь как бы коричневый с некоторыми вариациями. И я могу его просто сюда подкинуть, как текстура в данный проект. Портировать. Сделать новый Fill Layer. Выключить у него все, кроме цвета. И вот эту текстуру сюда в Base Color закидываем. Ставим 3-плана Projection. Текстура должна быть без швов, чтобы она нормально смотрелась. И здесь можно еще Scale подрегулировать. Моя задача добавить вариации в цвете, но чтобы при этом она не стала слишком пятнистой. Может быть 1.5. Вот так может быть нормально. Дальше можно попробовать либо режим смешивания поменять, либо здесь процент смешивания карты через Opacity. Мы видим, что она слегка может поменять цвет. Поэтому можно добавить фильтр. Например, Hue, Stration, Lightness. И здесь, если я сейчас выкручу на максимум, я увижу, что вот он мне повел слегка от того красного оттенка. И я могу его вернуть туда. Так, а теперь вот эта разница, она не настолько сильная, но вот разнообразие в цвете появилось. Это можно сделать, попробовать с какими-нибудь картами Гранжа, но я захотел пойти вот таким способом. Дальше давайте сделаем дубликат вот этого базового слоя. Его сделаем чуть посветлее, менее насыщенным. И дальше найдем здесь в Smart Mask Edge Strong. Перетаскиваем эту маску сюда. И у нас появляется вот такая дополнительная детализация. Здесь я могу удалить Sharpen, чтобы они не были настолько резкими. И в Mask Editor можно прям сальтом нажать сюда, перейти и посмотреть, как эта маска работает. А здесь я, наверное, в редактировании маски, вот тут вот у меня на edges, на cavities, это не то, а dual, он берет и то, и другое. Поэтому его можно, в принципе, взять. И дальше вот этими параметрами подрегулировать мягкость и остальные моменты по воздействию. Также здесь же можно контрастом поработать. Здесь мне слегка мешала текстура. В редакторе маски я ее сделаю чуть менее контрастной. Просто чтобы вот у меня все вот эти волокна выбирались, выделялись как мне надо. В параметре кривизны я также могу этот момент подрегулировать. Глобальное размытие сделать чуть побольше, чтобы просто все это дело выглядело помягче. И дальше могу снизить процент прозрачности, чтобы сдалека это нормально выглядело. Так меня, в принципе, сейчас это устраивает. Затем можно поработать еще над торцами. Для этого я сделаю дубликат данного слоя. Mask Editor. Добавлю Paint. Возьму какую-нибудь кисточку. Это может быть Artistic Brushing какой-нибудь. Сделаю белого цвета. И вот здесь вам нужно это сделать с двух сторон. Сверху и снизу я просто покажу, что я начинаю вот так вот сверху вести это дело. И можно сделать чуть покрупнее. Как будто у нас эта бочка где-то стояла и протерлась. И потом можно поменять цвет. И в тех местах, где вот у нас какие-то трещины, там пройтись черным цветом, чтобы это как-то выглядело правдоподобно, что там оно не высветлилось. Ну, логика у каждого может быть своя. В общем, делайте на свой вкус цвет, чтобы вам это дело нравилось. Так, и дальше. Все вот это дело можно сделать чуть-чуть менее насыщенным. Чтобы оно слегка отличалось. И вместе с этим оно может уже будет выглядеть поинтереснее. А дальше я, чтобы это не выглядело настолько однородным, добавлю здесь Fill Layer. Возьму где-нибудь в текстурах Consgrange. Добавлю его сюда. Поменяю режим на Multiply. Задам какой-то offset. В общем, мы видим, что на маске он становится менее однородным. И вот так это уже начинает выглядеть поинтереснее. То же самое надо сделать и снизу. И дальше можно скопировать снова базовый слой с деревом. Передвинуть его вверх. А на этот раз сделать потемнее. Тоже может быть менее насыщенный, но и более темный. Дальше Smart Mask. Или можем просто даже сами самостоятельно сделать маску черную. Здесь добавляем генератор, Mask Editor. Нажимаем здесь, чтобы посмотреть, что вообще мы тут делаем. Наша задача здесь в кривизне. Поменять тип на Cavities. И сделать акцент на вот этих вот прожилках. Здесь в Mask Editor я перехожу в кривизну. У меня режим на Cavities. И вот когда мы нажимаем сальтом и видим, как работает именно эта маска. Мы можем здесь подредактировать Global Balance. Чтобы у меня работа шла именно по вот этим внутренним частям. Я выкручиваю софт, чтобы они были помягче. Ну, выкручивать можно не полностью, а так местами. Sharp тоже, в общем, регулируем здесь. Все эти моменты, наша задача вот так вот, вот эти затемнения подчеркнуть. Чтобы они выступили вперед. Вся та детализация, которую мы сделали, мы как бы контрастно добавили. И можно, если это слишком контрастно, здесь процент смешивания ставить поменьше. И можно переключиться еще в Roughness. Сейчас он у нас везде одинаковый. Мы можем, например, здесь для этого слоя его включить. И сделать еще менее, скажем так, глянцевой вот эту часть. Так у нас за счет этого уже пойдет какое-то разнообразие. Здесь, вот в этих местах, которые у нас высветляются, тоже можно Roughness поменять. Так, это они у нас сверху. Да, вот Roughness здесь приподняли. И здесь тоже можно отредактировать. Так у нас вся вот эта карта Roughness будет чуть более разнообразной. И это уже будет положительно сказываться на характере материала. Дальше можно то же самое сделать с металлом. Делаем новый слой, Fill Layer, переименовываем его в металл. Тоже группу делаем для него металл. Задаем цвет. Но перед тем, как будем задавать цвет, давайте сделаем для всей группы маску. Это Black Mask. Чтобы в этой маске можно было добавить Paint Layer и выбрать Polygon Fill. Можно прям UV. Выбрать вот эти вот куски. Можно перейти на работу с UV-картой. И вот так вот выбрать все эти металлические штуковины. Так это будет быстрее, чем вручную здесь по ним проходиться. И дальше здесь, во-первых, я сделаю его металликом. Металлическим. Праймтор Roughness тоже поменяю. Сделаю не настолько его прям глянцевым. И дальше Base Color. Можно сделать потемнее. А дальше я не хочу, чтобы он был вот прям настолько скучным. Я его могу увести слегка в красноватый оттенок. Либо куда-то вот сюда, ближе к оранжевому. А вот это вот незначительные изменения. То есть мы его не делаем вот таким. А делаем буквально чуть-чуть небольшую примесь цвета. Чтобы это все как-то друг с другом сочеталось. Находим оптимальное значение по светлоте. Чтобы это не было слишком темным. И дальше нам нужно также сделать дубликат вот этого слоя. Сделаем сюда же маску ему. Agistrong. Sharp я удалю. И сделаю сам цвет посветлее. Как-нибудь вот так. Для начала. Переходим в просмотр маски. И тоже ее настраиваем. Проверяем, чтобы вот эта текстура слишком не глушила те детали, которые у нас тут есть. Дальше в кривизне настраиваем, как это все дело будет выглядеть. Сейчас у меня какой-то вот такой вариант. И если мне не нравится интенсивность, я всегда могу понизить. Здесь делаю процент прозрачности чуть поменьше. Чтобы все это дело не так ярко бросалось в глаза. Может быть здесь Base Color можно чуть меньше сделать. Все, так у нас вот эти царапины есть, но они не проступают прям сильно. Теперь можно свернуть вот этот металл деревом. А затем здесь поискать какие-нибудь смарт-материалы или просто материал. Например, вот этот Mortar Wall. Перекидываем его сюда. Проверяем по масштабу. Также Triplinar Projection, чтобы никаких швов не было. Добавляем маску. Например, какую-нибудь Soft Dirt. И смотрим, как она выглядит. Здесь можно добавить, поменять вот этот Grunge Amount. Use Triplinar. Ну смотрите, как лучше работает с Triplinar или без. Может быть, если швов не видно, то можно Triplinar не включать. И чтобы мы ее заметили, можем вот этот вот Color поставить потемнее на что-нибудь. Вот такое. Я могу вот так приподнять Dirt Level. Дальше отрегулировав значение, мы просто смешаем, как бы добавим слой грязи, который может объединить весь этот объект во что-то более единое. Да, так в принципе уже неплохо. И на свое усмотрение можно еще загрузить какой-нибудь логотип. Например, скажу, что это альфа. В этот проект импортировать. На сверху сделаю новый Fill Layer. Пишу, что это краска либо логотип. Тоже засуну в группу. Так. И здесь мне нужно, чтобы это было просто маской. Черная маска. Я буду использовать проекцию. Здесь проекция. Просто отгружаем вот этот лого. Вот он у нас начнет отображаться. И где-нибудь здесь я могу вот так вот прорисовать его. Если не нравится то, что он идеально прям как-то вот так вот стыкуется, можно его повернуть. Как-нибудь вот так поверну. Я нажимаю Shift, потом S. И могу S отжать, когда начинаю вращать, чтобы не было привязки. Как-нибудь вот так. Подредактировать. И чуть поближе. Да, вот так. Меня это уже устраивает. Рисуем какой-нибудь логотип. Готово. Возвращаемся обратно к этому слою. И следим за тем, чтобы он, во-первых, не действовал на металлик. Normal не надо. Высота можно оставить. По параметру Roughness мы можем посмотреть вот здесь. Чтобы он отличался. Был чуть более блестящий, чем сама деревяшка. Вот так вот. А дальше можно посмотреть по параметру высота. Он тоже может чуть-чуть выступать. Можем в карте высоты посмотреть. Можем перейти в материал. И посмотреть, что вот мы его слегка приподнимаем. Base Color меня этот устраивает. Можно тоже слегка какую-то вот такую желтую, ахристую сторону его перевести. И затем здесь, там где у нас Paint. Я, к сожалению, прям по самой маске нарисовал. Надо было добавить Paint и потом сверху уже что-то еще. Иначе вот мой фил. Он начинает перекрывать это дело. Не так, как мне бы этого хотелось. Я найду здесь текстуру. Гранж. Какую-нибудь вот такую. С режимом Multiply. Вот он, в принципе, неплохо затирает это все дело. И это уже выглядит не настолько ярким. И сам слой я тоже сделаю чуть потусклее, чтобы краска не выглядела свежей. Все. У нас есть логотип. У нас есть основные материалы. Дальше можно прямо здесь по Interator Enderить. Можно перенести, экспортировать текстуры и дальше в Blender, Unreal, Marmozette. А где вам больше нравится. На этом мы закончили все основные этапы по созданию игрового ассета. И теперь его можно переносить в игровой движок, делать рендеры, добавлять в локацию. Одним словом, делать все, что захочется. А если ты хочешь узнать не только теорию, но и на практике своими руками сделать собственную игровую модель под присмотром специалистов. Именно свою собственную, а не просто скопировать бездумно по урокам. Разобраться с тем, какие сложности могут возникать и как их решать. То я буду ждать тебя на курсе легендарный геймдев. Подробности о старте, которого ты можешь узнать в группе ВКонтакте, в канале Телеграм, здесь на канале. В общем, везде, где только можно, я постараюсь об этом сообщить. Также ты можешь более подробно какие-то вопросы задать мне в личке. И до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok